МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Расширяя границы партнерства, в Чувашии с рабочим визитом находится представительная делегация из Республики Беларусь. В поддержку материнства и детства в Республике появится новая награда АНЕ. Вместо маршруток комфортабельные автобусы. В столице модернизируют парк общественного транспорта. Расширяя границы партнерства, сегодня в Чувашии с рабочим визитом находится представительная делегация из Республики Беларусь. В Доме правительства прошло заседание рабочей группы по расширению двухсторонних связей. О перспективах сотрудничества с братским народом наш репортаж. Во главе делегации Республики Беларусь первый заместитель министра промышленности. Ключевая тема повестки – товарообмен. Партнеры проявляют интерес к электротехнике, танк-контейнерам для перевозки грузов, сельхозпродукции. Предприятия Чувашии могут наладить и поставки систем безопасности для строящейся в Гродно атомной станции. Геннадий Свидерский отмечает, российский рынок для Беларуси – приоритет. У нас принципиальная позиция правительства, что российский продукт не может быть дискриминирован на рынке Республики Беларусь. Если только такое есть, то прошу конкретный пример сразу мне говорить. У нас есть хорошая история взаимоотношений. Я хочу сказать, что действительно сельскохозяйственная техника, дорожно-строительная техника, она известна в Чувашской Республике. Ну и думаю, что эти процессы мы будем продолжать. Я думаю, что мы должны посмотреть и на вопросы и возможности промо-агролизинга, и вопрос субсидирования части процентной ставки. Это так называемое 466-е постановление, где мы стимулируем продажи белорусской техники. По итогам этого года объемы товарооборота между республиками могут вырасти до 100 миллионов долларов. Но и это не предел. За развитие связей теперь отвечает и экспол предпрезидента, а сейчас специальный представитель по экономике, чрезвычайный и полномочный посол Михаил Бабич. Федеральные власти стремятся создать среду для экспорта и импорта продукции. Мне приятно было увидеть, что, несмотря на все сложности, сохранен потенциал производства наукоемких изделий. Это и для авиодника, и для железных дорог, и для энергетических объектов. И мы договорились о том, что более активно поддерживать и применять такую продукцию. Сейчас хорошая динамика развития товарооборота. Мы приняли очередные решения по финансовым схемам, по, скажем так, обучению, семинарскому сопровождению. Это заседание рабочей группы по расширению связей между республиками 11 по счету. Переговоры на высшем уровне приносят ощутимые плоды. Уверенные шаги навстречу друг другу стороны сделали три года назад. Во время рабочего визита в Беларусь глава Чувашии встречался с президентом республики Александром Лукашенко. Тогда президент республики Беларусь отметил, что между Чувашией и Беларусью очень много общего. Природа, традиции, народные промыслы, даже узоры на национальных костюмах. Прошло три года с твоего визита, и мы можем констатировать, тогда мы выражали беспокойство по поводу снижения нашего торгово-экономического сотрудничества, связанного во многом с мировой политической обстановкой, с санкциями в отношении России со стороны райотных стран. Сейчас же динамика нашего взаимодействия уверенно растет. Мы искренне дорожим нашим сторонним сотрудницам и конструктивным взаимодействием. Народу России и Республики Беларусь связывают многовековые узы дружбы, общие культурные, духовные, общечеловеческие ценности. Экономика обеих республик во многом зависит от сельского хозяйства. Чувашские аграрии не первый год возделывают сорта картофеля белорусской селекции. Гостям же интересен опыт нашего региона по развитию хмелеводческого комплекса. Еще один пример успешного взаимодействия сторон – сфера транспортных перевозок. В Республике растет спрос на автобусы. С начала декабря пассажиров будут перевозить и минские автобусы нового типа. Первые низкопольные МАЗы приехали в Чебоксары недавно. Церемонию вручения ключей приурочили к официальному визиту белорусской делегации. Мы создаем, с одной стороны, благоприятную среду в городском округе города Чебоксары, в других городах. Пассажиры будут ездить комфортабельных, хороших автобусов. И те микроавтобусы, которые возили, не будут создавать определенные пробки и дискомфорт для пассажиров на остановках. В салоны минских автобусов смогут вместить более 70 пассажиров. Для инваридов оборудованы специальные пандусы. Еще одна инновация МАЗа – в двигателе с меньшими объемами вредных выбросов в атмосферу. Это говорит о том, что наше сотрудничество развивается. Мы создаем еще лучшие условия для перевозки пассажиров по разным маршрутам города Чебоксары. Третий – дорожное хозяйство тоже модернизируется, дороги лучше стали. И эти автобусы долго-долго будут служить и перевозить пассажиров. До конца года из Минска в Чебоксары должны приехать еще 50 автобусов. Важно говорить, думать и делать то, чтобы наши страны, наше союзное государство – Россия и Белоруссия – жили дружно, добивались совместных результатов. И думаю, что сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Перспективы двухстороннего взаимодействия обозначены. В следующем году Белоруссия отметит 75-летие освобождения Минска от немецких захватчиков. Награды ждут и жители Чувашии, воевавшим за мирное небо Братской Республики. Патриотическому воспитанию стороны уделяют большое внимание. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков и Андрей Шоклев. Республика. Сегодня же гости открыли учебный класс предприятий МТЗ и ГОМ «Сельмаш» в Чувашской сельхозакадемии. Сотрудничество аграрии в Чувашии с ООО «ГОМ «Сельмаш» началось еще в 2004 году. С тех пор в сельскохозяйственном парке республики появилось около 180 комбайнов белорусского производства. Сегодня Чувашская сельхозакадемия передали еще несколько единиц – тракторы «Белорус» и кормоуборочный комбайн. Теперь наши студенты смогут получать не только теоретические знания, но и практиковаться на современной технике, которая работает на полях республики. Мы рассчитываем на то, что студенты, которые будут обучаться на этой технике, будут грамотными, подготовленными, квалифицированными специалистами, будут качественно эксплуатировать нашу технику. Поставка техники в республику производится, но не тех объемов, которые мы хотели бы, но мы рассчитываем на то, что как раз с открытием класса бренд будет популяризироваться, и количество техники в республику продаваемой будет увеличиться. Сегодня же состоялось и подписание нескольких соглашений о сотрудничестве. Одно из них – между Гродненским государственным аграрным университетом и Чувашской государственной сельскохозяйственной академией. Сотрудничество Белоруссии и России в рамках научно-технической направленности, оно, как говорится, имеет большую перспективу перед собой. И я думаю, что это будет интересно и для Белоруссии, и для России. Это наша общая задача – повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, в частности, хмелеводства. Надеюсь на долгосрочную перспективу нашего научно-технического сотрудничества. И был сегодня подписан договор с Чувашской сельскохозяйственной академией и нашим аграрным университетом о научно-техническом сотрудничестве, которое, я думаю, будет иметь большие продолжения перспективы. В советские времена в нашей стране женщин, родивших и воспитавших 7 и более детей, награждали орденом «Материнская слава». В современной России есть его аналог – орден «Родительская слава». Кроме того, регионы имеют право устанавливать собственные формы признания родительских заслуг. В Чувашии появится новая награда «Оне» – почетный знак «Материнская слава». Положение о нем обсудили сегодня на заседании Кабинета министров. В конкурсе на разработку почетного знака «Материнская слава» лучшим признан эскиз Игоря Андреева, члена Союза художников Чувашии. Его проект уже получил одобрение Геральдического Совета России. Основа знака «Косой крест» принятая в государственных символах республики «Чувашская восьмиконечная звезда». В Геральдике «Косой крест» с восьми лучами позволяет сохранить преемственность наградной системе Чувашской республики и сделать знак узнаваемым среди подобных наград других регионов. Знаком «Оне» будут награждать матерей, которые воспитывают 5 и более детей. Сегодня таких семей в республике более 700. Стоит отметить, что в целом в регионе улучшается демографическая ситуация. За последние пять лет число многодетных семей увеличилось в полтора раза. Мы, принимая вот этот проект документа, тоже ощущаем свою ответственность перед нашими материальными, перед многодетными семьями. Это очень важно. Обсудили и другие вопросы. Способствовать развитию строительной отрасли призвана госпрограмма, предложенная Минстроем республики. В ней определены приоритеты государственной политики, собственно, градостроение, снятие административных барьеров, кадровое обеспечение отрасли, развитие производства стройматериалов и индустриального домостроения. Финансовая реализация программы подусматривается в три этапа. Всего финансовое обеспечение программы составляет 3,830,000,000 рублей. Здесь в основном сумма – это все небюджетные источники. Еще одна программа – содействие занятости населения. По ней к 2036 году планируется снижение уровня безработицы до 3,5% в среднем за год. Цель государственной программы – это создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. И для достижения целей необходимо решить следующие конкретные задачи – это обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы, повышение эффективности регулирования процесса использования трудовых ресурсов, обеспечение защиты трудовых прав и внедрение культуры безопасного труда. На заседании обсудили и контрольные цифры программы «Доступная среда». Планируется, что к 2036 году 90% объектов будут доступны для инвалидов. И на столько же процентов увеличится доля семей, включенных в программу «Ранние помощи». Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика. Правительство Республики заинтересовано в развитии конкурентной среды в банковском секторе. Это приводит к расширению финансовых продуктов и услуг как для жителей региона, так и для предпринимательского сообщества. Этот и другие вопросы глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с управляющим операционным офисом Чебоксарский банка финансовой корпорации «Открытие» Владимиром Царевым. Владимир Царев рассказал, что в 2017 году ключевым акционером банка «Открытие» стал Банк России с долей в 99,99%. Была принята новая стратегия развития объединенного банковского бизнеса «Открытие» до 2020 года. К 2020 году в планах финансовой организации выйти на чистую прибыль порядка 70 миллиардов рублей. Однако Чебоксарский офис уже сейчас демонстрирует положительную динамику. В банк «Открытие» в свое время вошло 14 российских банков. И в каждом банке, соответственно, были свои программы, свои технологии, свои модели продаж. Сейчас стратегия 2020 подразумевает формирование единого поля, единых продуктов и так далее. Михаил Игнатьев проявил заинтересованность в подписании соглашения о сотрудничестве между Банком ФК «Открытие» и Чувашской республикой. При этом он выразил надежду на вовлечение Банка «Открытие» в реализацию инвестиционных проектов в регионе. Поэтому будем взаимодействовать на деловом уровне, не нарушая действующие законодательства конкуренции, соответственно. Хочется пожелать успехов. Во второй детской больнице города Чебоксары началось строительство нового корпуса инфекционного стационара. На объекте побывала наша съемочная группа. Новый корпус планируют построить на месте бывшего овощехранилища. Подрядчик приступил к работам неделю назад. Сейчас демонтируют старое здание и начинают заливать фундамент. С фундамента работы нам закончить полностью котлован и приступить к устройству фундамента в лете в полном объеме. Два крыла, два этажа и 50 мест для пациентов. Таков проект будущего корпуса. Он будет соединен с основным зданием надземным переходом. Стоимость строительства 445 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального и республиканского бюджетов. Финансовые средства у нас достаточно для строительства. И на строительство, и на оснащение оборудованием контракта на исполнение 18 мест. Так что я уверен, что в первом квартале 2020 года мы завершим и наши дети по оказанию медицины с помощью инфекционного профиля будут его получать в современных условиях. В самом инфекционном стационаре сейчас ремонтируют фасад здания. Сумма ремонта 11 миллионов рублей. Капитальный ремонт внутри помещения больницы планируют начать в 2020 году. О реабилитации и социальной адаптации наркозависимых говорили сегодня на заседании антинаркотической комиссии. Оно прошло в режиме видеоконференции. 8 тысяч человек ежегодно умирает в России из-за передозировки наркотиками. Это больше 20 человек в день. Спасение от этой эпидемии в профилактике считают эксперты. Сегодня органы внутренних дел и с другими оперативными службами делают максимум для того, чтобы меньше у нас в республике поступали наркотики. Сегодня было только из оборотов взято 56-1 килограмм наркотических средств. Это вы представляете, сколько доз, сколько можно было вовлечь несошлетних в этой деятельности. Для тех, кто попробовал запрещенные вещества, важно создать такую систему реабилитации, которая была бы рассчитана на разные возрастные группы. В Чувашии к этому привлечены три некоммерческие организации. Комплексная система дала следующие результаты. Более 170 человек прошли реабилитацию. 80 удалось найти работу. Вместо маршруток – комфортабельные автобусы. Оценить новые модели общественного транспорта жители Чебоксар смогут с 1 декабря. Удобство для пассажиров проверяла наша съемочная группа. Обычно эти люди ездят за рулем и отвечают за безопасность пассажиров. Но сегодня водители заняли места в салоне автобуса. Ощущение – все прекрасно. Вам автобусам нравится? Автобус – да. Вместимости вот этот. Не на пазике, а в пазике вот на маршрутке ездишь. Набиваешь, а здесь все равно приятно, удобно. Понятная панель управления, автоматическая коробка передач, большие зеркала. Удобны не только пассажирам, но и водителям. ЛИАС вообще выпускает маневрованные, хорошо управляемые автобусы. Последние, которые они выпускают, они один к одному. У них легкое управление. Один такой ЛИАС может перевезти 108 пассажиров одновременно. Внутри удобные поручни, мягкие кресла, свободный проход. Салон отапливаемый. Это большой плюс холодной зимой. Для инвалидов установлен специальный пандус. Новый автобус, новые способы оплаты за проезд. Кондукторов здесь не будет. Оплатить за проезд можно водителю наличными средствами или с помощью карты ЕТК. Прикладываем карту и получаем билет за поездку. Также оплатить проезд можно одним касанием с помощью мобильного телефона. Еще одно новшество. Садиться в автобус можно только через переднюю дверь, а выходить через среднюю и заднюю. Мы, во-первых, будем учить людей, как этим пользоваться. А во-вторых, да, мы рассматриваем возможность таких групп, скажем так, которые бы контролировали непосредственно пассажиров. Я уверен, когда пассажиры научатся этому методу, то все будет происходить довольно-таки оперативно и слаженно. В эту субботу на улице Чебоксар выйдут 122 новеньких ПАЗа, Лиаза и МАЗа. Они будут работать на 9 маршрутах. Интервал, на самом деле, будет не такой большой, да. Он будет в час пик, он будет составлять от 5 до 15 минут, что вполне соответствует тому пассажиру потоку, который имеется у нас в городе Чебоксары. Автопарк увеличится. В ближайшие два месяца в Чебоксары поступит еще 51 новый автобус. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Достойное вечности имя. В Национальной библиотеке прошла просветительская лекция-концерт, посвященная столетию со дня рождения чувашского композитора Геннадия Воробьева. С чего, как ни с музыки Геннадия Воробьева начать воспоминания о чувашском композиторе столетия, со дня рождения которого отмечают в республике. Выпускник Московской консерватории он создал свыше 70 произведений разных жанров. Камерно-инструментальные, оркестровые сочинения, хоровые песни и романсы, чувашские народные песни в собственной обработке. Многие из них вошли в репертуар профессиональных исполнителей и не только. Он родился у основоположника чувашской музыки Василия Воробьева в семье. И первыми учителями были на то время самые выдающиеся педагоги того времени. Чтобы чувашская музыка профессионально продолжалась дальше, нам надо найти самых талантливых детей из деревень, обучить их у самых лучших педагогов, направить к лучшим композиторам России или даже мира. Вот тогда чувашская музыка будет дальше развиваться. Четырехчастная симфония – наиболее крупное произведение Воробьева. Ее можно отнести к лучшим произведениям чувашской музыки за весь период ее развития. Это произведение – единственная партитура, опубликованная до наших дней среди других чувашских симфоний. Это много значит. Пять чувашских народных песен, праздник в колхозе, пьеса для фортепиано. Произведения Геннадия Воробьева в свое время были изданы в Москве и Чебоксарах. Они уже давно стали библиографической редкостью и теперь хранятся в фонде Государственного архива печати Чувашской республики. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Бахтияр Велиев, Республика. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь.